всем привет с вами виджетаймс и сегодня мы расскажем вам что произошло на близконе главной презентации blizzard компания которая подарила нам diablo warcraft starcraft и еще парочку ретро шитеров которых мы обязательно сегодня еще вспомним давайте пойдемте по порядку как раз уже в принципе вы поняли судя из заголовка у нас на сайте что до blizzard решила пойти по пути ностальгии и решила не просто вот по вершкам пройти до что мы делали starcraft warcraft а решила вспомнить прям свою историю и решила что неплохо было бы 2021 году перевыпустить классические игры сеги такие как the last vikings blackhorn и rock'n'roll racing для современных консолей и разумеется современных пика систем для windows 10 в общем-то сборник будет в себе содержать несколько обновленных игр вот со всякими графическими улучшениями возможностью перематывать назад если вы зафейлились поняли что можете исправить выйти из ситуации ну естественно можете с помощью перемотки отмотать все дело назад ну и разумеется игры в этом официальном наборе все будут локализованы вот что явный плюс для тех кто не особо сильно шарит за английский весь сборник будет локализованы и даже если например играли когда-то время в игры получается эти на сеге и у вас например была какая-нибудь пиратская копия без локализации то вот теперь вы поймете что там вообще происходит вот благодаря офици самый самый официальный аркейд коллекшн версия с подтвержденной российской локализации если только конечно кусается ценник то есть это 1500 рублей опять же все зависит конечно от вашей ностальгии если вы действительно хотите вот знаете как-то занести копеечку за то что все время играли в пиратский картридж наверное да это неплохая цена но человек который например не сильно знаком с историей blizzard с большей вероятностью он просто пропустит этот сборник и особо сильно даже не обратить на него внимание что интересные игра игры у нас выходит получается на все платформы актуальны это из боксы этого нас playstation и конечно же nintendo switch но nintendo switch наверное такой сборник классических игр будет смотреться максимально аутентично вот плюс поддержка кооператива будет у нас вот на одном экране сто процентов ну то есть можно будет вооружиться с напарником джо иконами и спокойно себе поиграть в классические игры тип от рок-н-ролл рейсинг вот вдвоем вот на пару собственно отличная новость и blizzard вот начал свою презентацию вот именно с такой найти какой-то приятный ну для всех что типа смотреть мы не говорим о мобилках мы не говорим о каких-то знаете странных очень планах на дополнение всякие такие вот истории про просто вот смотрите вот вам пак старых добрых игр сеги вот мне кажется сразу фанатское сердце должно было на первых же минутах презентации просто расставить вот я к сожалению не фанат олдскульных игр blizzard вот я все-таки познакомился с компанией слишком поздно уже когда знаете выходила 3 diablo вот по факту и поэтому вот вся вот эта вот история с аркейд коллекшн как-то проходит мимо меня но следующие новости более интересные гораздо гораздо интереснее во первых фанаты варкрафт получают у нас новый кусочек лора вот связаны с актуальным контентом вот уже появился новый красивейший просто cinematic трейлер вот в котором происходит сцена с ковкой очередных магических оружий каких-то ужасных заговоров вот сильваны из попыткой что-то там отжать у кого-то вот и своих заслуг казачков вы послать в местный вофрай вот в общем все очень сложно запутано но скорее всего фанаты варкрафта будут довольны более того для любителей варкрафта еще завезли контент реставрированный вовки вот то есть можно соответственно поиграть в тот самый тот самый аддон который всем понравился для классического варкрафта уже в скором времени 2021 году вот самом деле самая интересная новость вот которую вот скорее всего всем прям пришлось по вкусу и это конечно раскрытие цен на ремейк diablo 2 это скорее всего такая типа но нотка дегтя то есть цена конечно 2000 рублей кому-то покажется неподъемно тем более игра все-таки старая вот и кому-то типа 2000 рублей как за новый тайтл но хорошая новость состоит в том что до нас была анонсирована обновленная версия diablo 2 причем она номинально вроде бы является ремастером но честно говоря на большей стороны похоже как такой прям ремейк ремейк найти в духе demon souls а вот от blue point а то есть у нас вроде будут как бы внутренность не поменялась все механики остались прежние но при этом картинки чертовски хорошо прям прокачалась и вот она выглядит действительно свежо все благодаря движку diablo 3 от который вы вот внезапно по всей видимости благодаря дизайну вот прям выглядит вот как будто вы просто воспринимается по-другому как-то но это все тоже принципе движок diablo 3 причем судя по системным требованием diablo 2 у нас обновленно будет идти вообще чуть ли не на картошках ну то есть вы можете видеть у себя на экране собственно системные требования есть буквально а 3 gtx 660 я честно говоря уже не помню даже как выглядят эти карты но скорее всего офисные клерки поводу которых какие-нибудь совсем уж старые компики с не знаю там с как раз вот 8 гигами оперативки вот будут вообще в восторге то что они смогут запустить diablo resurrected вот у себя на своем офисном железе в любом случае типа новость о том что нас довольно будут лайтовые системы требования это хорошо как я уже заикнулся упомянул что да косяк у нас конечно ценами да вот blizzard процента раскрыла но две тысячи рублей для обычные издания даже не за вот премиальная вместе сеток понимаю с контентом 3 diablo хотя вот это опять же будет мне кажется бандл интересен как раз вот таким вот на эти новичкам которые как раз это не пропустили 3 diablo каким-то причинам по что 3 diablo выходил мне кажется на всем до последняя релиз был как раз на nintendo switch вот не хватает вот буквально знаете пересдание еще обновленной версии для playstation 5 xbox series x и diablo тогда у нас 3 точно будет на всех уж актуальных платформах точно но в любом случае если вы уже владелец diablo 3 радумеется вам имеет смысл брать обычное издание resurrected почему бы нет почему бы нет опять же две тысячи рублей потянете не потянете вот может может быть как-нибудь по скидочке возьмите назад и за тысячу если blizzard будет достаточно щедро вот любом случае выглядит все очень бодро то есть это вот та самая мрачная diablo вот которую вы так любите вот которые вы так очень сильно просили со времен 3 части что типа верните вот этот вот весь мрак вот этих вот всех угрюмных соответственно персонажей вот которые доступны при выборе но вот куча куча красных жуков скелетов очень мрачные подземелья есть немножко такой анкене вэлью из-за того что нас вышел другая диаблозаменительная история вот как раз вот ps of exile вот и поэтому теперь вот воспринимается на старая диабла как типа что-то очень похоже именно на ps of exile по стилистике но но нет типа это это именно вторая диабла не путайте это не ps of exile вот на опять же вот у нас тут куча-куча противников и вервульфа превращаться и диабло каноническое общем просто красота выглядит ремейк ремастер очень красиво вот ну и конечно не обошлось без еще одной громкой новости вот появился новый трейлер вот и диабло 4 в общем-то раскрыла blizzard новый класс это разбойница похоже честно говоря знаете на такого ассасина вот вселенной диаблы вот причем серьезно по всем знаете вот признаком просто то есть тут нас и сбор ушей каких-то да с жертв вот соответственно персонажа там тоже ухо нет вот плюс она там как-то вскрывается в толпе заниматься каким-то социальным стелсом что вообще воруют кошельки и к тому же еще и найти в купюшончике ходят и вот подсаживается к паддеры в церквях чтобы сдать видим контракт какие-то свои собственно в действии выглядит класс довольно любопытно вот опять же мы можем сейчас видеть то как персонаж у нас выглядит в игре вот это все у нас на движке 4 диаблы не очень понятно когда игра выйдет потому что типа blizzard есть blizzard если она что-то анонсировала это скорее всего выйдет в какой-то необозримом там будущем потому что сколько она мучила 3 диаблы ну на против в итоге ну вот 4 тысяч 4 видимо та же самая политика что выйдет когда выйдет в любом случае вот разбойница просто красотка тут кстати она с ушами почему-то хотя в трейлере там сменяются сцены то знаете есть сцены в которых она еще ходит с пару ушей другой сцене она уже без на уху уж точно вот выглядит довольно достойно то есть учитывая что это будет изометрическая игра с видом сверху когда ты особо сильно не видишь что вообще как бы у тебя происходит вот прям супер вблизи вот на персонажа детализация очень неплохая и опять же вот картинка стала гораздо мрачнее по сравнению с третьей диаблой вот гораздо больше каких-то приглушенных тонов не такая уже найти яркая пестрая трава вот противники тоже вот судя вот по крайней мере по этой подборке не разлетаются знаете уж на какие-то фиолетовые эти осколки вот все выглядит довольно приземленно и вот как будто от немножечко знаете краска подвыть или из игры вот то есть наверное фанатам как раз вот второй части все понравится вот что касается в общем то у нас классы честно говоря больше похоже на какую-то вариацию demon hunter а вот то есть у нас опять же использование луков куча куча каких-то атак вот таких вот по области вот возможно сделать резкие рывки вот но опять же невозможно придумать какой-то прям супер уникальный класс который бы вот просто всем бы понравился вот и не было никаких вот вообще никаких ациации со уже существующими классами в игре все-таки классический знаете в воин маг и разбойник они спокойно дробятся на подклассы вообще в легкую вот собственно это наверно был последний пожалуй последний крупный анонс на презентации blizzard никак никакого diablo immortals никакого вирус 2 вот по крайней мере в официально вот это вот вступительные подборки в общем-то вирус просто пихнули в секцию там где бы рассказывали разработчики о своих успехах что они вообще делают вирус 2 такой типа формат дневников разработчиков которые не такое большие количество людей обычно ты смотрят да то уж знаете это такой контент для совсем уж горячих фанатов которые готовы следить буквально за каждой новостью за каждой кроху информации которые есть об ожидаемой игре разумеется не обошлось да у нас без казусов вот твич твич в очередной раз отличился из-за того что площадку в очередной раз там закрутила гайки вот и многие сейчас возникают проблемы с копирайтом на музыку многие просто либо выключают музыку теперь на стримах либо пытается как-то работать с инструментами твича но иногда не очень успешно вот поэтому многие просто действительно отказываются от музыки либо как-то не на посматривать сторону возможно других площадок которых сейчас не так уж и много что что произошло твич решил что не хочет на официальном своем канале получаете бан вот за использование копирайт музыки и просто взяла и концерт металлики которые только в мини-концерт металлик там буквально один трек решила что можно в принципе подрезать немножечко музыку вот и заглушить ее каким-то просто джинглом то есть найти у вас там ребята стараются фигачить тяжелый рок и вместо того чтобы найти вот тешить свои уши звуками струн металлических ты просто сидишь и слушаешь такой знаете джингл из реки морти такой типа найти человеческая музыка такая ту 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 вот и собственно да twitch попал просто в свою же ловушку вот копирайтом на музыку трудно сказать вообще к чему-то научит ли это их история возможно в будущем как-то все-таки твич у нас озаботиться тем что не может быть стоило бы на этой площадке как-то немножечко не смягчить правила касаемо использования фоновой музыки кто знает это все-таки twitch twitch мне кажется ничему никогда не учится и до этого все что касается у нас близко на который прошел внезапно нас февраля хотя до этого ивент проходил преспокойно где-то осенью вот и скорее всего к вид просто внес такой хаос в расписании и уже знаете отменил все правила привычные тем более чё бы не провести в найти такой в период затиши когда принципе релизов громких нет и неплохо было бы даже себе как-то завидит напомнить что компания работает над diablo и надо прочим да и принципе поддерживает все еще world of warcraft плюс еще и тянет на себе альтернативный контент в лице world classic собственно да вот этому и закончился у нас близко что еще можно сказать я честно жду пожалуй все-таки в diablo и mortals которые ничего не сказали я я ждал что хотя бы одна бегущей строкой blizzard скажет что diablo и mortals выходит там не знаю сегодня уже убить и бежите качайте вот в ожидании пока будете ожидать diablo 4 вот или а diablo вторую ну вот идите поиграть в diablo и mortals но но нет компания типа решила что даже вот какие-то планы о будущем вот там будут проходили слухи о том что возможно версия starcraft мобильного вот это все как бы вроде бы не подтвердилась хотя в конце презентации компания намекнула на том что тут смотрите вот нас там работает над diablo 2 там надо вот этого arcade collection очень маленькая группа 1 сотрудник фото вы буквально там изна три человека и уборщица а вот над будущими проектами работает весь коллектив просто весь который просто есть в офисе blizzard и вот именно эти люди творят вообще будущей компании только вот к сожалению не покажем и не расскажем и что же такое за будущее но я очень надеюсь что действительно где-то вне друг blizzard происходит работа над каким-то реально новым айпи который никак не связано с играми которые содержат название крафт до 0 и diablo потому что ну насколько можно вот как-то находиться вот в этом знаете собственном пузыре то есть у нас и так сделал бы довольно специфики с варкрафтом тоже специфическую историю что вот смотрите у нас вот вроде в приху выходит новый контент а с другой стороны вот сдавать найти вам старый контент вот еще раз в него пожалуйста поиграйте потому что мы там не поспеваем сделать новый контент вот ну и вспоминаешь ки вспоминаешь киностальгия вот вам же к вам же классно было играть в аркейд коллекшн точнее он же было классно играть вот эти игры сеги вот на тему маркет коллекшн очень хотелось вот ту самую diablo 2 только для новых систем вот берите берите пожалуйста поиграйте и будет вам счастье я очень надеюсь что хотя бы в следующем году мы уже увидим от blizzard какой-то прям реально крутой новый анонс пускай это будет даже тизер 10 секундный с вот какой-нибудь пушкой оружием знаете которая ну никак вообще вот начать визуально не относится ни к одной игре blizzard вот и просто вся фанатская аудитория бы и просто простые зеваки бы гадали что же что же там такое делает blizzard но сожалению пока имеем просто набор старых айпи вот которые получают обновления переиздания и новые части с новыми собственно какими-то персонажами вот и цифрами заголовки но посмотрим посмотрим что будет у blizzard в будущем я очень надеюсь что опять же ситуация не повторится с вторым diablo как такая же как было с рефорджем похода blizzard даже сама уже такая что типа нет 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 все рефорджи как будто бы и не было не было никакого рефорджа не было никакого скандала вокруг турнира по херстону это все знаете в прошлом мы работаем на ностальгию мы работаем на своих фанатов вот играть пожалуйста в наши старые игры и вот когда уже выйдут новые игры тоже можете еще и в новые поиграть вот собственно на этом закончился у нас близко а вот новости на сайте у нас не заканчиваться заходите на вид же times вы всегда найдете нас главный сайта подборки новостей гайдов обзоры статьи мнения ну и плюс сможете иногда наблюдать наши стрима по вторникам и пятница в 18.00 по москве играем в разные топовые триплей проекты и в старые игры которые залежались у нас бэклоги их с которыми стоит ознакомиться вот а на этом я с вами прощаюсь до новых встреч и не забывайте мыть руки перед видео